Привет! Это специальный выпуск другой школы. У меня все время вертится в голове фраза одной шведской учительницы о том, что все конфликты в мире начинаются с нашей неспособности принять различия в других людях. Чтобы увидеть то, как можно воспитать поколение, которое принимает друг друга, мы отправились сюда, в Данию, в город Августенборг, и увидели вот это. Это был спойлер самого необычного способа воспитать нормальных людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда попадаешь сюда впервые, кажется, что ошибся адресом. Собирался в школу, а тут люди в средневековых костюмах что-то с жаром доказывают друг другу. Что здесь происходит и почему вы в таком костюме? Это ролевая игра, которая проходит в нашей школе три раза в год. Сегодня сюжет такой. На необитаемом острове встретились представители четырех разных культур, и все они пытаются построить единое государство. Игра — это способ узнать своих одноклассников. Я играю Дадука, могущественного лидера, узурпировавшего власть. Этот костюм я купил за 50 евро на Амазоне. Легко отделался. Мои одноклассники шили себе костюмы по несколько дней. С моими пальцами-сосисками такого не выйдет. Идея при этом — прожить свои личные эмоции. Я бы сказал, идея прожить разные эмоции. Вот, например, в обычной жизни вам иногда хочется сорваться и наорать на какого-нибудь человека. Вы можете попробовать это сделать тут, в обстановке, где все будут к этому готовы. Но главная цель в другом. К концу дня эти четыре абсолютно разных культуры должны попытаться друг друга понять. А как это происходит? Нам ведь все время говорят, нужно принимать различия между нами. Но не говорят, каким образом это сделать. Вот смотрите, вам говорят, что какой-то человек должен вам нравиться. При этом вам этот человек не нравится вообще. Но по условиям игры вы ведете с ним диалог. И цель не в том, чтобы оскорбить, а в том, чтобы обменяться мнениями. Причем не вашими личными, а мнениями персонажей. И тогда ставки невысоки. Вы не почувствуете себя оскорбленным, если проиграете в споре. При этом, как мне кажется, такой способ помогает понять, как обсуждаете с другими людьми вещи в обычной жизни. Отыграв фрагмент, вы можете начать играть другого персонажа, с совершенно противоположной точкой зрения. И таким образом посмотреть на один и тот же вопрос с разных сторон. Или, например, ты играешь персонажа, который ненавидит другого героя. А через час уже играешь этого другого героя, и поневоле видишь мир его глазами. То есть вас побуждают конфликтовать? Да, в этом все и дело. Как только ты решил один конфликт, тут же создаешь другой. Поэтому и твое мнение о других людях будет меняться в течение дня. Персонажа, которого вы в начале дня ненавидели, вы можете под конец дня полюбить. Или начать ненавидеть еще больше. В любой момент можно сказать «стоп!» В жизни так не сделаешь. Мы в лекционном зале школы, и на сценах висят фотографии, снятые во время уже прошедших игр. Мы называем их образовательными лабораториями, потому что во многих есть элементы традиционных предметов. Например, вот эта игра называется «Бюро». По сюжету вы работаете в рекламном агентстве, и ваш клиент хочет нарушить границы этики. И вы встаете перед выбором – заработать денег, но изменить своим моральным принципам, или потерять деньги и быть верным себе. Так в юмористическом ключе вы узнаете о коррупции. А вот эта игра называется «Съешь яблоко». На уроках датского мы учим детей замечать, как реклама и маркетинг манипулируют их мнением. В игре вам нужно самому побыть маркетологом и использовать инструменты, чтобы повлиять на людей. Так легко увидеть границы собственных этических принципов. Только что Матиас что-то всем объявил, а затем люди разделились на группы. Что происходит сейчас? Люди разделились на сообщества. Они не будут друг с другом соглашаться. Они могут даже воевать. Но все, в конце концов, должны прийти к миру. Сейчас участникам предстоит выбрать персонажей и определить свои ценности. А заодно выбрать, хотят ли сместить лидера или сотрудничать с ним. Вы при этом отвечаете за эмоциональную поддержку. В такой игре очень важно, чтобы был человек, к которому можно подойти и сказать, «Слушай, мне нужно, чтобы меня обняли». Или, например, не нашлось достаточно людей, которые хотят с тобой взаимодействовать, и тебе просто нужна поддержка. У нас есть фрукты, вода и солнцезащитный крем. И люди обращаются за помощью? Да. Как правило, они начинают приходить через пару часов. Люди устают, игра длинная, и участникам просто нужен перерыв. Поднять уровень сахара в крови. Правильно я понимаю, что в эпохе нет уроков, и все просто готовятся к игре, которая проходит в четыре раза в год. Эпос — школа интернет. И в Дании мы можем выбрать сюда поступить после окончания обязательной начальной школы. У нас есть обычные уроки — датский, английский, математика. И трижды в год проходит игра. Из особенностей школы в понедельник можно выбрать предмет, который вы будете изучать в течение всего дня. Даже обычные предметы преподаются здесь иначе. Например, на уроке датского нам говорят, «Представьте, что вы находитесь в Готме, и вам нужно написать историю о суперзлодеи, но так, чтобы злодею при этом симпатизировали». Такой своеобразный элемент ролевой игры даже в обычном уроке. А как ролевая игра встраивается, например, в уроки математики? Это сложнее. Знаете, Уна, это карточная игра, с помощью которой можно изучать математику. Или монополия. Знаете, несколько лет я посещал терапевтические группы. Целый год ты проживаешь с абсолютно незнакомыми людьми и пробуешь разные модели общения. Перед группой я даже не осознавал, что у меня была проблема с конфликтами. Обычно я сразу же старался их погасить. Мне казалось, что любая серьезная ссора — это начало конца. А потом на одной из сессий ведущий специально начал меня доставать, и мы поссорились. После этого он сказал фразу, которая до сих пор звучит у меня в голове. «Иногда для того, чтобы перейти на следующий уровень отношений, нужно потолкаться локтями». Какие практические вещи подобные этой вы привносите из игры в свою жизнь? Нас тоже учат правильно конфликтовать. Вы ведь все — кучка ботаников, переживавших бульник в других школах. Хотя, с другой стороны, гораздо легче принимать другого, когда у вас у всех одинаковый опыт. То есть это такое безопасное пространство для тех, кто на себе испытал буллинг? Да. Здесь ты можешь быть кем угодно. У нас есть школьная песня, а в ней такая строчка. Надевая на себя маску, ты узнаешь о себе правду. Экспериментируя с разными ролями, ты быстрее находишь себя. Интересно, что со стороны впечатление совсем другое. Мы регулярно видим заголовки Дания — самая счастливая страна в мире. И в целом, во время поездок по школам есть ощущение свободы. В датских школах есть буллинг? К сожалению, да. И особенно это касается нас, тихонь, которые немного отличаются от других. Проблема понемногу решается, потому что меняется норма. В медиа говорят о том, что можно выражать себя по-разному, что у тебя может быть свой стиль в одежде или странное хобби. Мне кажется, именно поэтому агрессоры больше не травят таких, как мы. Теперь нас много. Мы есть друг у друга. Представьте себе, типичный класс. Есть заучка, есть агрессор, есть тихоня, которого травят. Есть гомосексуалы и трансгендеры. В ролевой игре вы должны объединиться с теми, с кем в жизни вы бы даже не заговорили. У вас нет возможности размышлять, как взаимодействовать. Вы просто это делаете. Первый встречный мной здесь человек сказал, «Привет, меня зовут Эш, я не бинарная персона и использую местоимение «он». А я пришла из обычной школы, где не было даже разговоров о таких вещах. Постепенно ты учишься говорить об этом. Сейчас, спрашивая имя, мы все уточняем, какое местоимение по отношению к себе они предпочитают упоминать. Я переживал буллинг в школе, потому что был новенький. Сейчас я понимаю, что и выглядел иначе. Аккуратная стрижка, пиджак. У вас есть понимание, за что именно вас травили? Думаю, потому что я никогда не выглядела как девочка в привычном смысле этого слова. А еще у меня были проблемы с выражением гнева. У меня не получалось контролировать вспышки ярости, и за это меня тоже травили. И, конечно, за мой выбор одежды. Сейчас на мне костюм для игры, но такую же одежду я надевала в шестом классе в своей предыдущей школе. И так же, как у вас, я меняла школы. Когда ты новенький, тебя гораздо проще травить. Можете рассказать о своем персонаже? Я состою в религиозном обществе феминисток. Мы воспринимаемся всеми как злыдни, но мой персонаж – монахиня, а еще и щейка. Она наблюдает, сообщает обо всем происходящем лидеру и много сплетничает. В общем, полная моя противоположность. Я ненавижу эмоциональные разборки, а мой персонаж их обожает. И это тоже дает возможность понять другую сторону. Потому что в жизни я бы, встретив такого человека, просто отошла в сторону. А еще мой персонаж одержим властью. А я в жизни очень довольна тем, кто я есть. Я не могу быть кинем. Каждую пятницу у нас проходят встречи под названием «Выдели человека и покажи, чем он ценен». Это возможность рассказать, что ты заметил чей-то поступок или слова. Например, в игре у вас был конфликт, и ты хочешь сказать, что очень ценишь, каким хорошим оппонентом был человек. А что вы делаете, если возникает реальный конфликт между учениками? Мы собираем небольшую группу до 10 участников и устраиваем медиацию. Просим учеников сесть и поговорить друг с другом при нашем участии. Помочь им наладить диалог. Можете привести конкретный пример? Представьте, что вместо меня перед вами директор школы, который берет себе на заметку способы решения конфликтов между учениками. Первое, что нужно сделать, дать возможность каждому ученику высказаться, а потом попросить рассказать о том, как он хотел бы, чтобы все сложилось. Важно постараться сделать это без обвинения другой стороны. Говорить про себя, а не про другого, используя фразы «я чувствую себя так», «я бы хотел, чтобы так было», «в будущем мне бы хотелось от тебя вот этого». Роль учителя быть переводчиком, который поможет донести эти слова до другого человека. Когда ты внутри ссоры, ты не способен услышать другого, а мы помогаем услышать с помощью наводящих вопросов. О чем для тебя слова другого человека? Что они для тебя значат? Вот здесь, через несколько минут, будет важная встреча. Сюда придет герцог объявлять демократию. Его должны прервать и сказать о том, что демократия это как пожар. Она не всем нужна. Это очень опасно и нужно его остановить. Демократия в мире быть не должно. Что-то мне это напоминает. Не могу вспомнить, что. Ваш персонаж выступает против демократии. Можете от лица своего героя убедить меня в том, что демократия это плохо. За кадром вы сказали, что учились у лучших и готовились по речам Трампа. Ну смотрите, демократия это как если бы два волка и овца решили чем будут ужинать. Я прихожу в разные сообщества, указывая на более цивилизованные и говорю, посмотрите на этих варваров. Они волки, а вы овцы. Они объединятся и нападут на вас. Чтобы этого не произошло, вам нужен крепкий лидер, который примет все трудные решения за вас. И дальше я говорю о том, что народ это горячий кофе, который нужно перелить в кофейник, чтобы остудить. Кофейник, император, который собирает все предложения народа и принимает верное решение. Главное не говорить напрямую об угрозе, а посеять сомнения в том, что этим людям можно доверять. И через уточняющие вопросы вроде «А что вы думаете по этому поводу?» выйти на ответ, который я хочу получить. Этот ответ в том, что нам не нужна демократия. Мне нравится создавать напряжение в игре. Поэтому я подхожу к какому-нибудь персонажу и говорю, этот человек говорит про тебя гадостью. Иногда я веду себя как журналист и распространяю фейк-ньюс, создавая эмоциональное напряжение. Когда есть напряжение, есть хорошая история. Если у вас есть действительно сильный лидер, который знает, как править страной, зачем его менять каждые четыре года? Ведь каждый раз это будет новый человек, которому нужно будет все заново объяснять. Зачем нужна демокрация, если мы уже однажды выбрали правильного президента? Мы сегодня много говорим о том, что вы уносите из этих игр с собой. Что поменялось в вашей жизни? Это во многом понимание, что ты привык носить маску на людях. Раньше заказать еду в кафе было для меня целой проблемой. Теперь я это делаю для своих стеснительных друзей. Еще я всегда стеснялся говорить с незнакомыми людьми. А ведь мы живем в сельской местности, здесь принято общаться со всеми. Проучившись в эпосе некоторое время, я решил проводить эксперимент. Специально говорить с каждым встречным о чем-то. Мои друзья, которые гуляли со мной, наверняка ждали моменты, когда это все закончится. Главное, что я перестал придумывать себе, что люди меня ненавидят. И еще я понял, что не существует провала, пока ты сам не решишь, что это провал. Теперь даже если я опозорюсь, то бахну рукой и скажу себе «Все нормально». Я знаю многих людей, которые скажут «Это все прекрасно», но потом эти дети выйдут в реальный мир. И там они встретят агрессоров и людей, которые не будут их принимать такими, какие они есть. Конечно, встретите и агрессоров, и людей, которые вас обидят. и мир будет отличаться от того, что происходит в этой школе. Но проучившись здесь несколько лет, я могу сказать, что за годы учебы ты обрастаешь броней. Ты больше знаешь себя и чувствуешь себя увереннее. Мы сегодня много обсуждаем конкретные шаги, как научиться принимать других и не конфликтовать. С помощью чего вы выстраиваете сообщество, в котором есть место взаимному уважению? Не знаю, заметили вы или нет, но мы в школе не аплодируем на выступление, потому что есть люди очень чувствительные громким звуком. Вместо этого мы щелкаем пальцами. И еще один способ показать одобрение, когда мы изображаем звук водопада. Мы называем этот метафорический комплимент душем любви. Также у нас есть система знаков. Если я складываю пальцы вот так, значит я спрашиваю, ты в порядке? И в ответ человек может показать три разных жеста. Да, так себе или нет, я не в порядке. Это очень удобно использовать в игре. От лица персонажа ты кричишь на другого человека и показываешь жестом. Ты в порядке? Могу ли я продолжить? И человек также жестом может быстро ответить. Эти способы общения очень удобно использовать и в повседневной жизни. Например, для тех моих друзей, у которых есть трудности с коммуникацией. Это очень помогает, потому что мы все переживали травлю в школах. И многим из нас трудно выражать себя. Но в этой школе у нас правило. Если тебе не нравится какая-то шутка, ты можешь сказать «перестань», и человек обязательно остановится. Я могу приходить в школу в безумной одежде и услышать комплимент, как прикольно я оделась. Если я пройдусь по улице Дании в таком виде, на меня будут смотреть косо. Почему вы ушли из предыдущих школ? Психологические проблемы. У меня была повышенная тревожность и обсессивно-компульсивное расстройство. Я просто не ходила в школу и пропустила много учебы. В это время я была в абсолютной изоляции. Шесть лет я фактически провела в одиночестве в своей комнате. И это было очень мрачное время. Сейчас мне девятнадцать. Я старше всех в этой школе. Одноклассники в шутку называют меня старушкой. А я также в шутку называю их малышами. Но это добрый подкол. Только и всего. ТОР! Чтобы попасть в сообщество, нужно пройти ритуал, выпить мистическую голубую кровь. На самом деле мы использовали фруктовый краситель. Все произошедшее было импровизацией. От выпитого яда у них должны были начаться видения. Они видели змей и кошмары наяву. Мой персонаж довольно злой, но штука в том, чтобы разделить персонажа и себя, не допустить проникновения в свою жизнь, не переносить конфликт из игры в реальную жизнь. Если только вы не Дастин Хоффман. Вы знаете, что у людей здесь похожий опыт. Многие из нас странно и фульгарно выглядят. Мы все знаем, каково это быть непохожим на остальных. И с таким чувством очень легко объединяться. Просто когда открываешься по-настоящему, то видишь, что хороших людей вокруг гораздо больше. Мне кажется, что секрет здорового общества позволит людям быть собой. Ведь мы с вами все люди, в принципе, похожи. Кучка чудиков. Да, но разве мы все не кучка чудиков? Да, никто не мешает. Они там, чтобы собрать от fictionalиз empirку. Субтитры создавал DimaTorzok